В 1970 году нас родители как привели в первый класс в школу, так мы и не расставались больше никогда. Вот так о первой встрече рассказывает Елена Ивановна. Семья Греченок уже перешагнула 40-летний рубеж совместной жизни. Самоотверженная любовь, глубокое уважение друг к другу и нежная забота. Те самые три составляющие взаимоотношений, проявление которых видно невооруженным глазом всего за полчаса общения с Читой. Паре пришлось расстаться лишь однажды, и даже недолгая разлука стала невыносимой. Я вот когда ушла на пенсию и уехала на две недели в Таганрог, подружки, ну учились мы вместе в техникуме, так прямо домой тянула вообще со страшной силой. Хотя, ну как бы, новые люди, впечатления, там смена обстановки вроде как должно быть, а мне так домой хотелось. Дома у семьи Греченок чувствуется тепло и уют, который обустроен совместно своими руками. Как сказал Владимир Николаевич, наш дом – это вечная стройка. В этом сезоне уже готов современный погреб, в планах возвести над ним навес. А вот сад достоин отдельного внимания. Вместо клумб с разнообразными цветами, плодово-ягодные деревья и кустарники, различные элементы декора, но взгляд задерживает на себе пруд, а вернее пруды, их во дворе два. В одном из них уже распустились красочные нимфеи. И в работе, и в отдыхе. Всегда вместе и совместное свободное время Владимир и Елена предпочитают проводить активно. Вся зима у нас, все выходные – это у нас рыбалка стабильная. Куда любите ездить? Какие излюбленные места? Ну, ездим мы обычно на Сейфун, на Писуче ловим, и на Тавричанку, на Камбалу, на Вагу. У нас каждый улов, в принципе, хороший получается. Жирный улов, я считаю, это был тот, когда вот это ведро 10-литровое, Писуче наловили за полдня. Что вы с ним делали-то потом? У нас родственников же много. Да, точно. А ещё чета-греченок выбирается на тихую охоту. В благоприятный сезон грибными съедобностями обеспечили всю семью, к слову, большую. У Елены Ивановны, помимо мамы, 8 родных – дядь и тёть. А у наших героев – сын и дочь, и уже две внучки. Как-то невольно традиция проносить любовь через долгие годы передаётся из поколения в поколение. Например, родители Елены уже отметили 60 лет супружеской жизни.